Мы присоединяемся к пожеланиям Олега, но вот сейчас к другой теме. Сегодня в России свой профессиональный праздник отмечают отоларингологи. Как сохранить свое здоровье, нам расскажет заведующий отоларингологическим отделением окружно-клинической больницы Ханты-Мансийска Алексей Пилипенко. Алексей Анатольевич, доброе утро. Доброе утро. И с праздником вас. Спасибо. С какими проблемами чаще всего обращаются югорчане в этот период? Холодно на улице, постоянно меняется температура воздуха. То холодно, то тепло, то снег, то дождь. Поэтому, конечно, простудные заболевания в это время выходят на первое место. И все мы болеем, все мы простываем. А какие опасности в себе таят лор-заболевания? Дело в том, что лор-заболевания это как раз вот осложнение уже простудных заболеваний. Я объясню, все-таки это заболевание верхних дыхательных путей и все, что с этим связано. Вот ухо, горло, нос или это что-то еще? Да, да, конечно же. Это заболевание верхних дыхательных путей плюс заболевание уха. Вот так вот скажем. То есть это осложнения, которые уже от этого идут? Да. Так, хорошо. Так все-таки какие опасности таят в себе лор-заболевания? Ведь всем кажется, ну ладно, вот кажется насморк, ну ладно, покапаю, таблеточку съем, пройдет. Ой, ушко стрельнуло, тоже закапали. Так вот, чем это может закончиться? Заканчивается зачастую очень серьезными заболеваниями. И вот как раз вот капельки это профилактика развития осложнений, потому что все заболевания, гнойные лор-органов, это осложнения именно вирусной инфекции, не леченной или плохо леченной. Поэтому вот как раз капельки во время заболеваний, они не только лечат симптом, то есть симптоматическое лечение, облегчают дыхание, они как раз профилактируют развитие атитов, синуситов. Это очень серьезно и очень важно, поэтому капельки должны быть у каждого из нас под рукой. А какие заболевания, лор-заболевания в Югре распространены? Я понимаю, что здесь лор-заболевания. Лор-заболевания, мы ведь не отделяем, ну хотя как, по климату, мы очень отличаемся от остальной части России. У нас длительное время холодно как раз. Мы из тепла на холод, из холода в тепло. Ну, наверное, не отличается от остальной России. Это все те же самые атиты, все те же самые гаймориты. Может быть, немножко чаще просто они происходят. А что может быть причиной заложенности носа? Вот даже если взять пример, и среди, вот если вы, да, посмотрите, среди знакомых есть люди, которые постоянно либо говорят нос, либо пользуются каплями. Да, вот вы правильно сказали, пользуются каплями, такое основное здесь слово. Не только простудные заболевания, не только вирусные инфекции могут быть причиной заложенности носа, а именно длительное применение капель, привыкание к каплям. Поэтому лор-заболевания всегда советуют не капать, не злоупотреблять, так скажем, капельками. Их можно капать, ну, не более, там, 5-7 дней. И не по 10 раз в день, ну, 2-3 раза в день. Ну, а что, терпеть? Да. Смириться? Обычно за этот период времени, 5-7 дней, заболевание должно пойти на убыль. Если же заложенность носа продолжается, то уже причина подумать, обратиться все-таки к лор-врачу. К специалисту, да. К специалисту, для того, чтобы получить какое-то лечение уже от того, чтобы не привыкнуть к каплям. А, кстати, вот смотрите, вот сейчас показали как раз операционную, а это уже награды, которые заработали специалисты вашего отделения. Что происходит в операционных? Вот вы же сегодня, как обычно, наверное, после нашего эфира отправляетесь в операционную, да? Это все чаще всего запущенные случаи по вине самих, нас, нас самих. Бывают и запущенные случаи, которые требуют уже оперативного вмешательства. Но в основном это плановые операции, которые связаны именно с функцией лор-органов для того, чтобы немножко что-то исправить. Облегчить жизнь. Облегчить жизнь, да. Исправить носовую перегородку, улучшить носовое дыхание, либо улучшить слух уже от хронических отитов и так далее. Но чтобы не запустить, чтобы не заболеть сейчас вирусными заболеваниями, давайте дадим несколько простых советов, как себя уберечь от болезни. Ну, во-первых, это надо одеваться по погоде, может быть, даже чуть-чуть потеплее, чем по погоде. Потому что, как говорится, жаркости не ломят, а простуды может уберечь. Ну, а во-вторых, сейчас благодатное время, осень, когда на нашем столе много природных, скажем так, даров. Да, аптека природная, это витамины, это фрукты, это овощи, особенно овощи. Нужно их, конечно, кушать в больших количествах для того, чтобы повышать реактивность организма, иммунитет. Алексей Анатольевич, у вас сейчас есть возможность поздравить всех своих коллег, которые, я уверен, сейчас как раз собираются на работу. Спасибо большое. Действительно, хочу поздравить своих коллег, лор-врачей окружных, с этим нашим праздником, праздником лор-врача. Пожелать здоровья, самое главное, пожелать удачи, профессионального роста, ну и терпения, конечно же, потому что нелегок труд врача, любого лор-врача. А, кстати, можно уточнить, как становятся лор-врачами? Как понять, что выбирают именно это направление специалисты вашего отделения? Ну, наверное, это такой какой-то щелчок в голове. Вообще, в лор-врачи попадают через хирургию. Это нужно пройти интернатуру по хирургии, научиться оперировать, посмотреть что-то, и потом уже выбрать такую узкую хирургическую специальность лор. Ну, это, наверное, такое какое-то у каждого человека свое. Он сам свое призвание. Здесь, я уверен, как и в любой специализации, прежде всего это призвание. Алексей Анатольевич, мы еще раз поздравляем вас с вашим профессиональным праздником. Желаем успехов на работе, довольных, счастливых пациентов, жизнь которых облегчается с помощью специалистов вашего отделения, и которые смогут ее воспринимать и слышать, и еще осязать. Поэтому, и вы будьте здоровы, и хорошего дня. Доброго утра.